Очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Главная и единственная любовь всей его жизни это музыка. Но женщины тоже сыграли свою роль в непростой судьбе Владимира Кузьмина. Мальчик с отличной успеваемостью в школе гитарист-скрипач и флейтист. В итоге он стал собирать стадионы как лидер рок-группы. Как произошла эта метаморфоза? Сам Кузьмин говорит, что выбрал дело своей жизни, еще учась в школе и играя на дискотеках. Всю жизнь он старался хранить верность мечте, не отвлекаясь на все второстепенное. Поклонниц, деньги и славу. В 5 лет Вова Кузьмин уже играл на электрогитаре, в 6 написал свою первую песню. А в 6 классе создал свою музыкальную группу. К моменту окончания школы он точно знал, что хочет заниматься только музыкой. Но все же сделал попытку сначала получить образование, как у всех. Два года в Московском железнодорожном институте оказались вычеркнутыми из его жизни. Кузьмин забрал оттуда документы и ушел в музыкальное училище осваивать флейту. В отличие от сокурсников, для него это был абсолютно незнакомый инструмент. Но на выпускных экзаменах выступление Кузьмина оказалось одним из лучших. Стремление стать мультиинструменталистом себя оправдало. Когда Владимир пришел устраиваться в ВИА «Надежда», его просто не могли не взять. Всеми инструментами владел прилично. Как такого не взять? Вспоминал руководитель ансамбля Михаил Плоткин. ВИА «Надежда» стала первым коллективом, исполняющим песни Владимира Кузьмина. Писать некоторые из них ему помогала его первая жена, поэтесса Татьяна Артемьева. Они поженились в 1977 году, но перед этим музыканту пришлось долго ее добиваться. Кузьмин много работал и в итоге добился успеха. Его группа «Динамик» гремела по всему Союзу. На гастролях поклонницы не давали прохода, а некоторые даже пробирались в гримерку. Татьяна ревновала, хотя и сама была не без греха. В 1987 году, уже после их развода, у нее родился сын Никита. Он тоже носит фамилию Кузьмина, хотя Артемьева публично призналась, что родила мальчика от любовника. Однажды в какой-то газете журналисты написали, что в стране есть только две звезды – Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Примадонну это задело. Она пришла на концерт группы «Динамик» посмотреть на этого рокера вживую и со свойственным ей чутьем поняла, что газета не ошибалась. Пугачева уговорила Кузьмина выступить дуэтом. Он писал для нее песни, выходил вместе с ней на сцену. Вернувшись на родину, Владимир Кузьмин стал выдавать хиты один за другим. Его «Сибирские морозы» сразу оказались на первых строчках хит-парадов и дали понять, что на российскую эстраду вернулась настоящая звезда. Там он и познакомился с красавицей, актрисой Верой Сотниковой. Они прожили друг с другом целых семь лет. Вместе снимали его клипы, вместе поселились в большой квартире, одна из комнат которой была переоборудована в студию звукозаписи. Эта комната и стала их разлучницей. Все свободное время он теперь проводил в студии. Так жить она не хотела и ушла первым. Теперь в его жизни есть только одна любовь. Помимо музыки, это его молодая супруга Катя. Они познакомились в момент, когда музыкант уже не ждал от жизни никаких сюрпризов. В 2001 году на гастролях в Анапе он вдруг увидел в толпе красивую девушку. И в голове мелькнула мысль, вот бы она была моей. А потом Катя подошла за авторофом для подруги. Ей было 18. И до этого момента она не представляла, кто такой Владимир Кузьмин. Потребовался год, чтобы Катя определилась со своими чувствами. Именно Катя сумела поддержать Владимира в самых тяжелых испытаниях. В 2002 году трагически погибла старшая дочь Кузьмина Екатерина. Ее убил в квартире собственный сожитель. А через 7 лет при пожаре погиб сын Степан. Он не любит вспоминать об этом в интервью. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте.